Доброго всем! Сегодня у нас в работе блок цилиндров Ford 1.6 4M5G. Привезли его к нам в ремонт вновь по причине неудачного использования экстракта. Вот так выглядит соседнее стандартное отверстие с резьбой блоки цилиндров. А вот это мы уже видим проблемное отверстие. Во время демонтажа ГБЦ часть болта осталась в блоке, причем в самом колодце, и зацепиться снаружи возможности не было. И вновь мастера решили своими силами, как говорится, по дешевке справиться с бедой. Просверлили отверстие в остатках болта под экстрактор и, конечно же, просверлили криво. Сверло ушло в сторону и, соответственно, криво вошел в экстрактор. Ну и, конечно, как результат, он сломался там внизу. Вот эту картину мы сейчас и наблюдаем. В общем, работки расточнику координатно-расточного станка Виталию подвалило. Виталий взял в руки рапитовый стержень, который вот так вот заточен. Заряжает его в патрон станка и пробует сверлить. Сверлить не очень-то и получается. Идет биение. Пробует поковырять чертилкой в глубине и при помощи магнита извлекает кое-какие осколки экстрактора. Несколько раз подтачивает сверло, потому как из-за биения заточка сверла, естественно, быстро тупится. А нам очень нужно сделать какую-то все-таки площадку. Виталий пытается выкрашить экстрактор при помощи зубильца и магнита. По мелочи выкрашивается, но очень как-то все долго, сложно и неудачно. Вроде он немного сравнял и пробует вновь сверлить рапитом. Однако все равно слышно, что есть какое-то биение. А вновь в очередной раз загнал сверло. Виталий все же решился попробовать фрезу. Взял новую из стратегических запасов. Ну что же, фреза тоже идет с биением, но вроде мало-помалу все-таки опускается ниже. Достает стружку магнитом и продолжает упорно сверлить. Итак, глянем теперь, что у нас выходит. А вроде как блестит, а значит и режет. Продолжим нашим учением. Делаем мизерную подачу и звук уже поприятнее. Заглянем и видим, что теперь мы сделали плоскость и четко видна грань между экстрактором в середине. Его остатки блестят. И остатками тела болта с резьбой их четко видно матовая окружность. Ну что же, после очередного захода выскочила и отломилась еще одна часть экстрактора. Вновь попытаемся сколоть еще хоть что-нибудь. Выкрашиваются какие-то виды экстрактора, но довольно мелкие. Продуем, посмотрим, что там у нас на дне. Теперь четко видно, как ушло сверление под экстрактор в сторону. Теперь мы понимаем, что дело идет к концу. Попробуем еще постучать. Выбили еще один кусок и видно, что это носик экстрактора. Идем дальше. Ставим уже другую фрезу большего размера. Остается вроде как один болт. Теперь используем сверло 4 мм, чтобы в остатках болта сделать отверстие. И впоследствии попробовать высветлить остатки обратным сверлом. Красиво так вьется скружка болта. Сильно глубоко сверлить нам в принципе не требуется. Достаточно 3-4 мм для зацепа обратным сверлом. Но наверное мы все-таки пройдем этот огрызок полностью. Тем более, что его не так уж там и много. Как только ощутился провал сверла, значит мы прошли насквозь обломыш. Ставим обратное сверло восьмерку. И пробуем. Нет, не удается нам это сделать. Нет, не удается нам высверлить этот остаток. Берем теперь опять-таки восьмерку, но уже стандартную. Сверлим остатки и превращаем их в стружку. На дне наблюдаем еще остатки резьбы по стенкам шахты. Высверлим их сверлом 9 мм. Раздался какой-то характерный звук. Прекращаем сверление. Вытягиваем магнитом из колодца еще остатки резьбы болта. Смотрим и на дне видим какую-то полусферу. А вновь шируем в отверстие магнитом и достаем нижний обломок остаток болта. Смотрим вглубь. Мы успешно удалили все ненужное из отверстия. Теперь займемся восстановлением резьбы. Ставить будем так называемую пружинку. Для этого из специального набора, с которым вы уже знакомы, берем сверло под пружинку и делаем проход. Далее все просто. Выбиваем струску. Ставим центровку в патрон станка. Смазываем метчик, вновь-таки, который находится у нас в наборе, и берем в руки вороток. Поджимаем метчик центровкой и режем резьбу. Когда метчик уже хорошо пошел в отверстие, без перекосов, нам уже подпирать центровкой его не требуется, и докручиваем резьбу до дна шавты. Вот такая резьба у нас получилась. Остается только подобрать пружинку по динам, то есть по длине, и закрутить ее по резьбе. Аккуратно насчитываем заход. Приступаем к завинчиванию. Обязательно контролируем ход завинчивания, чтобы пружинка не перескочила через виток. Тогда все будет у нас на смарку. И придется потрудиться, чтобы выдернуть пружинку из отверстия. Контролируем размер глубины полученной резьбы. В нашем случае до начала резьбы должно быть 45 мм. Остается обломать усик, тот, за который мы закручивали пружинку. Если этого не сделать, то возможен вариант выкручивания пружинки вместе с болтом при следующем демонтаже головки. Все в том же наборе есть и специальная швайба. Вставляем, нажимаем или пристукнем, и магнитом или воздухом удаляем этот полосок. Вот оно. В конце работы обязательно делаем проверку нашей работы. Для этого клиент оставил нам крепежный родной болт. Закручиваем его до упора. Все нормально. И идет нормально, без перекосов, без особых усилий. Значит, можно и отдавать работе клиенту. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. Бросайте донат, кому не жалко, и без аварийных вам поедем. Субтитры сделал DimaTorzok